С лиги нынешнего сезона и всего лишь второй раз за эти 100 матчей была зафиксирована нулевая. Здесь нет положения вне игры у Абамиянга. Опасный момент и не добежал до этой передачи Марко Ройс. Ну, впрочем, и добежать-то было невозможно. По мысли все правильно. Не ускорился Ройс. Не ускорился Ройс. Здесь, может быть, даже была у него физическая возможность догнать эту передачу партнера и замкнуть ее. Интересно, что Вольфбург остается единственной командой чемпионата Германии этого сезона, которая еще ни разу не играла в ничью. Шесть побед и пять поражений. Либо все, либо ничего. Пулюбить матча напрямую касается нашего матча, но мы все-таки повременим, потому что здесь назревает опасный момент. Грубоватым получился пас в направлении Ройса. И Марко Ройс. Куда же без него. И образом один вратарь, два защитника и два ховбека. Зона побеждала. С мячом Ливандовский. Хороша подача. Нет, все-таки чуть выше, чем следовало. Ройс. Но. Но у Ливандовского, по-моему, не было положения вне игры. Успел среагироваться, но вот что делать с таким, в итоге так и не понял. Одиннадцатый номер. Подача Ройса. И можно пробить Шмельцеру с рабочей левой. Биналю по-прежнему вне игры проводит эту встречу. Сам обрушился в матчах, одерживал победы. Но об этом позже. Контратака. Уже, как-то сказать, фирменная. В исполнении Дортмундской Боруссии. Но. Оборвал меня на полусловие. Пас в исполнении Марка Ройса. В трех последних турах Войсбург обыгрывает своих соперников. 2-2 по карточкам. И это момент для Ройса, конечно. Это момент для Ройса. Опасный удар. Великолепно. Просто класс. Как же важно иметь в команде такого игрока, когда не идет футбол. Когда очень тяжело даются командные действия. Но приходит на выручку стандартное положение. И здесь во всем, конечно, мастер-то пробития штрафных ударов. 11-й номер Дортмундской Боруссии отлично положил. Просто здорово. Вот, пожалуйста, вот он первый удар в створ ворот. 46-я, 47-я минута матча. Из 7 ударов только один створ. И вот он как раз приносит гол хозяевам поля. Прыгала стенка, но бесполезно. Причем прыгала очень так хаотично. Кто-то прыгнул, кто-то остался. Вот тот, кто остался перед ним, как раз мяч и пролетел. Мужчина и Ройса. Но это к вопросу о роли стандартных положений в футболе. И еще забить своей бывшей команде. Но впереди другой коллектив. И вот, пожалуйста, человек, который вывел Боруссию на лидирующую позицию. Субботичи потеряли в конце. Ну вот, типичный отбор Боруссии на чужой половине поля. Прямо перед штрафной площадью. Сместок арбитра опыта. Смотрите, кто здесь сыграл. Батарян, по-моему. Кстати, Рикардо Родригес является лучшим по количеству касаний в матчах в отпорду в этом сезоне. Других футболистов по Руссии палят соперники. Уметь стенку обводить. Он еще может в дальнюю от себя девятку пробить. Очень легко в вратарский угол. Вот он тоже, кстати, не хуже Олечу умеет закручивать такие мячи. У него подобные моменты. И вы расскажете все равно, что финальти. Семь старая битва. Пытаются вытолкнуть Свена Бендера. Итак, Ройс, удар поворотом. И штанга! Да. В отличие в том, что Олеч забил. Забил в игровом моменте. Ройс ударом с точки. В общем-то, сделал абсолютно все, что мог в этой ситуации. Такая штанга, что даже ближе к листовине. Снова обводил стенку и снова. Да, желтую карточку Ройс получает, которую здесь вообще не при дела. Ну, в общем-то, рассынил как легальным вот этот бросок в мяч со стороны, по-моему, Хумельса, арбитр. А Ройс получил, конечно, за излишнюю бурную реакцию. Очень глубоко. Он фактически сегодня выполнял роль некого такого диспетчера. Но сколько он сегодня штрафных заработал? Боже мой! Ройс будет бить или подавать? Ну, даже трудно сказать, что это было. Дубль по реализации штрафных сегодня. Одиннадцатый номер Докровской по Руси. Не хватило свежести, не хватило...